добрый день дорогие друзья спасибо что заглянули ко мне на канал сегодня хочу рассказать вам о кондитерских страхах о том что же волнует кондитеров и из-за чего у них на голове появляется все больше и больше седых волос давайте начнем первым самым основным страхом является а понравится ли клиенту и когда ты ему отправляешь фотографии уже готового торта и он прочитал это сообщение не отвечает в течение одной или трех минут сердце начинает безумно быстро колотиться и ты думаешь что же он сейчас ответит что же он ответит большинстве случаев они отвечают что очень красиво но ведь бывает и наоборот и тут конечно самый легкий выход это вообще в принципе не отправлять фотографии готовых изделий но тут будет велик шанс того что при доставке торта какая-то деталь заказчику не понравится поэтому все таки как бы не было страшно и волнительно лучше все таки отправить фотографию и не переживать из-за того что заказчик пару минут не отвечает это вполне нормально просто говорите себе что все будет хорошо следующий большой страх кондитеров и в принципе вполне оправданный это доставка торта в жаркую погоду и даже желание клиента в эту же жаркую погоду чтобы торт постоял несколько часов без холодильника в принципе если торт одноэтажный то за час езды ну по более-менее нормальным дорогам с ним ничего не должно произойти но если он многоярусный то будет гораздо спокойнее если эти ярусы перевозить по отдельности в разных коробках и на месте уже собирать но вот случае если заказчик хочет чтобы торт постоял несколько часов без холодильника то всеми возможными способами его лучше отговорить от этого потому что за это время с тортом может произойти все что угодно есть конечно и стабильные виды кремов при использовании которых торт может на несколько часов оставаться без холодильника но все-таки это чревато опасностями потому что в торте все-таки не только крем там есть и начинка а в начинке могут быть и ягоды они довольно таки быстро портятся особенно вне холодильника поэтому старайтесь как можете отговорить заказчиков под этой идеей следующий страх это перепутать даты заказа горжи начинку или вообще в принципе забыть про заказ поэтому лучше все заказы которые вы принимаете сразу же записывайте лучше в ежедневник и там сразу прописывайте какие именно коржи нужны начинка что нужно в упрощении так будет вам гораздо легче и потом не надо будет уже пролистывать всю переписку в поисках того что хочет заказчик хотя несмотря на это прямо совсем недавно у меня был такой случай когда заказали торт с шоколадными коржами и клубникой в начинке но я почему то не знаю почему решила испечь все-таки ванильные коржи но благо я вовремя опомнилась посмотрела свой ежедневник на всякий случай перелистала переписку с клиенткой и хорошо на тот момент я еще не успела собрать торт у меня были испечены только коржи я же могла и не посмотреть в ежедневник и так бы и собрала торт с ванильными коржами но хорошо что я все-таки это сделала но и заказчица об этом не узнала после того как вы уже сделали заказ и благополучно его отдали безумно страшно получать отзывы как бы вы не были уверены в своей работе все-таки вкусы у всех разные и отзывы на один и тот же торт у разных людей могут отличаться и о боже какой ужас когда вы получаете отрицательный отзыв тут я советую прислушиваться только конструктивной критики и не принимать слишком близко все к сердцу кстати пишите рассказывайте о своих страхах о том что волнует и беспокоит вас спасибо что досмотрели это видео подписывайтесь на канал всем пока и до скорых встреч